День воскресный, день чудесный. А я спешу к вам с новым сюжетом. Очень интересный вопрос. Как вообще можно скопить денег на покупку квартиры двухкомнатной за 15-18 миллионов рублей? Примерно такие цены встречаются сегодня по Москве, если мы говорим про нее непосредственно. Как люди к этому приходят? Я подниму тему на предмет, как сегодняшним молодым парам, у которых нет никакого жилья купить свое первое жилье. Ведь цены сегодня просто аховые. Если мы посмотрим рынок, за 10, 12, 15 миллионов вам могут предложить к покупке студию площадью 20 квадратов. Мы поговорим о покупке квартиры напрямую не от застройщика, не вторичку, а от города через аукцион. Выгодно это или нет? Ведь наши сегодняшние главные герои купили квартиру именно через аукцион. Сегодня есть вам что показать. У нас будут замечательные зарисовочки из какого-нибудь страшного фильма, особенно если наложить такой киноэффект. Вот он где, заходи, вот он где скрывается контент. Вот я сейчас, честно говоря, я сейчас просто охерел. Мне даже страшно. Покажи. Поэтому, друзья, присаживайтесь поудобней. Мы начинаем прямо сейчас. Знакомьтесь, лучезарная девушка Анна. Очень приятно. Что вы знаете о переезде? Вот с этого мы, собственно, начнем. Ань, представлю тебя кратко. 30 лет тебе. Мама двоих близнецов. Об этом чуть-чуть поговорим позже. Сама ты москвичка. Да. Муж твой москвич. Да. До встречи с ним ты жила с родителями. Он жил с родителями. В 2016 году происходит так называемый коннект. В 2017 году первая ваша покупка квартиры в кредит на этапе Котлована. Вот давай с этого мы начнем. Высо района Люблино. Да. И что вы решили купить? Рассказывайте. Я дико извиняюсь, но хочу сделать акцент. Послушайте, пожалуйста, внимательно. И потом обязательно пишите ваше мнение в комментарии. Я далее поставлю вопрос. Но сперва пусть Аня расскажет. Ей 22 года, мужу 27 лет. Когда они принимают решение, все, живем вместе. Нужна нам своя квартира. Изначально живут у родителей. То у одних, то у других. И начинается покупка. Вот с чего они начали, к чему они пришли, мы сейчас выслушаем, а потом я вам задаю вопрос и вы отвечаете в комментарии. На момент знакомства мы поняли, что жить мы хотим вместе. Снимать квартиру не очень телесообразно, так как и у него есть своя квартира, и у меня есть своя квартира родительская. И зачем тратить деньги, если можно взять свою квартиру. В 2017 году мы начинаем об этом думать, покупаем квартиру очень спонтанно и быстро. На самом деле мы это сделали буквально прям стоя в магазине. Мы покупаем квартиру у Пика в котельниках. Называется Оранж Парк ЖК. Там мы покупаем квартиру на котловане без ремонта за 4,200. Пока мы ждем, пока построится эта квартира. Мы думаем, как мы ее обустроим, все. Мечтаете, короче. Мечтаем, да, о том, как будем там жить. Как вдруг понимаем, что это не то место. Не там нам хотелось бы жить. Вот здесь я тебя немножко остановлю. Друзья, одна из изюминок выпуска. Мы хотя бы покажем на вашем примере, как вот молодые ребята покупают и доходят до своего жилья более масштабного, которое сегодня стоит там уже совсем других денег. 4 миллиона 200 тысяч рублей. Как вы эту квартиру покупали? Мама вам дала? Папа вам дал? Откуда деньги? Изначально, когда мы познакомились, у мужа были накопления, и он продал машину, и мы взяли еще в кредит 2 миллиона. И на эти средства мы купили эту квартиру. Когда вы купили квартиру, когда вы ждали, муж ездил на стройку, там произошла неприятная ситуация. Скажем так, из-за парковочного места и места проезда произошла потасовка. После чего муж точно понял, что какое-то хреновое место оставило негативный след, и вы эту квартиру продаете. Точнее, делаете возврат. Да, у Пика есть функция возврата. Мы оформили возврат прямо в официальном офисе Пика. Нам вернули полностью ту сумму, за которую мы купили квартиру в течение месяца. Как это делается в магазинах, когда возвращаешь даже одежду, там такие же условия, в общем. И да, нам пришел возврат, и мы уже понимали, что хотим другую квартиру купить в другом месте. Где? Мы рассмотрели ЖК Спутник. Это от самолета вблизи к метро Строгино, на МКАДе прямо находится расположение. Там была квартира однушка за 3600, если я не ошибаюсь. Ну, с отделкой. Плюс-минус, но она была с отделкой, да. Отделку можно было выбрать при покупке квартиры, там было три варианта. Мы выбрали отделку, купили эту квартиру уже без ипотеки, очень быстро и ждали снова свою квартиру, потому что это снова был котлован. И, скорее всего, в этом была наша проблема. Ждать квартиры мы не умеем. Поэтому недолго музыка играла. Это был 18-й год. К концу года мы уже решили продавать эту квартиру. А продали мы ее очень быстро. Это было ВКонтакте, была группа у этого дома. Муж там просто написал, что могу продать квартиру. Нам быстро написала женщина, сказала, я с удовольствием куплю, пожалуйста, давайте только мне. Мы вышли на сделку, продали эту квартиру и уже понимали, что хотим купить в Москве. А за сколько продали? Продали мы ее за, если я не ошибаюсь, 6 миллионов. То есть, видите, так вот бах, были времена, да, 3600 купил и за 6 уже отдал. Она выросла в цене. Двигаемся дальше. Вы ее там продаете, в смысле, что вы уже хотите покупать в другом месте. Да, и именно в Москве. Мы начинаем выбирать, смотреть дома и останавливаем свой взор на Ясное, ЖК Ясный. Вблизи станции метро Домодедовская, хорошая транспортная доступность, недалеко от МКАДа. Коширка, в принципе, хорошо едет. И мы там покупаем квартиру за 7200. Что за площадь? Площадь квартиры была 42 метра. Это евро-двушка считается. Ну, в общем, большая гостиная с кухней и спальня. Там мы останавливаемся, делаем ремонт. Это уже построенный дом, уже заселенный, уже со всей инфраструктурой. И делаем мы ремонт, переезжаем туда прямо вот в ковидное время, в 2019 году, как только начинается карантин. Мы переезжаем в свою квартиру, мы там уже докупаем какую-то мебель и живем прекрасную свою жизнь. Нам все нравилось, все устраивало. Там были, конечно, недочеты, как и во всех домах. Там были активные жильцы, которым не нравилось все. Но нам в основном все нравилось. Проблема массовая для нас была с парковкой. Мы там даже машину продали, потому что там невозможно было парковаться. Во, опять машину продали. Ведь раньше уже продавали. Сколько у вас машин было? Объясняю, чтобы не было недопониманий. Когда они покупают первое жилье за 4200, они продают машину. Далее, когда они продают это жилье обратно за 4200, покупая квартиру за 3600, на разницу, они опять себе берут машину, потому что им машина была нужна. При этом всем, всех этих передвижениях месяца идут, годы идут, ребята работают. Также потихонечку-потихонечку откладывают. Поэтому, когда они проживали уже здесь, заезжали, машина была. Но в силу проблем с парковкой принято решение продать. Для кого-то переезд – это нечто сложное. А здесь не то, что переезд купил, передумал туда, сюда, там. Но, тем не менее, вы видите сейчас последовательность. То есть, 7200, да, вы заходите, покупаете ее. Живете в 2020 году, правильно? Или в каком году ты мамой становишься? В 2022 году у меня появляются дети, рождаются близнецы. И мы понимаем, что места даже на этапе младенцев слишком мало. То есть, в нашей спальне была просто кроваточная, потому что все было в кроватях. И понимаем то, что нам в любом случае нужно переезжать. Еще на момент моей беременности мы начали анализировать рынок, смотреть, где какие цены. А цены уже были супервысокие. И муж случайно находит сайт реновации, где видит, что не участники реновации тоже могут. С реновацией. Вот странное, на самом деле, решение. Потому что зачастую, если сегодня полазить в интернете, почитать отзывы. Ну, чаще всего вообще в целом отзывы пишут люди недовольные. И у любого дома всегда есть прям группа людей, которые бьют, бьют тревогу бесконечно. Все плохо, все плохо, все плохо. Так просто есть во всех домах. Наш тоже причастен к этому. Здесь большинству все плохо. Но в первую очередь нас подкупила цена. Потому что это торги. Соответственно, назначают первоначальную цену. Сейчас, 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 подожди. До торгов мы дойдем. Ты пока рассказывай, почему вообще вы выбрали этот район. В основном цена просто нас подкупила. И поэтому, в первую очередь, именно реновация за счет цены. Везде на тот момент были квартиры от 18. А здесь была за 15. И, ну, как бы, цена супер. Можно и... Вот, друзья, смотрите, ключевое. О чем я часто говорю. Народ голосует рублем. Да. Желать можно до бесконечности. Лучше купить в таком доме. А лучше вот в этом районе. А еще лучше. То, все, пятое, десятое. Смысл прост. Посчитали свои деньги. И вот здесь тоже интересный момент. В силу того, что опять происходит скачок роста цен. Квартиру, которую вы купили за 7200. Сделали в ней ремонт. Вы ее за сколько продаете? Продаем ее за 14200. И, ну, начинаем поиск квартир. Реновация, я сказала про цену, но там же много разных домов. То есть есть выбор. Мы ездили в разные реновационные дома, осматривали разные квартиры. И остановились на этой из-за того, что здесь, ну, вокруг лес, парки, рядом школа, поликлиника. То есть для жизни с детьми это очень классный и удобный район. Ну, вот мы сейчас стоим на площадке, а вокруг еще 15 площадок, на которых ты можешь за день даже побывать. И плюс еще, ну, так как у меня все-таки близнецы, мне нужна какая-то отдаленность небольшая, чтобы они никуда не сбежали. Соответственно, для меня парк это вообще номер один для прогулок. И это был супер важный критерий. Вот здесь я сделал такую небольшую вам зарисовочку. Я открываю карту, показываю, рассказываю. Здесь действительно очень такой мощный, хороший парк Борисовские пруды. Куда зимой, летом, весной постоянно приходят люди, там много места. И купаться даже ходят, и шашлыки жарят, и спортом занимаются. Детские секции есть. То есть такое не просто, знаете, парк, а пришел погулять. Многофункционально, назовем его так. Жирный плюс, что действительно, вот школа действующая. Рядом детский сад. И знаете, здесь очень так тихо, спокойно. Здесь нет какой-то такой массовой движухи. Мы в дальнейшем в детский сад детей своих отдадите. Не нужно ничего ждать. Вы находитесь в рамках Москвы. Московская прописка. Скорую вызвал, скорая приехала. И все вот эти блага, которые можно перечислять, 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 они здесь есть. Ты покупаешь квартиру, в частности, вы с мужем, в доме с готовой развитой инфраструктурой. Ждать, по сути, ничего не нужно. Но, друзья, здесь есть такая вот изюминка, назову ее негативной, про которую мы с тобой говорили. Здесь неподалеку Кашиское шоссе. И рядом там находился какой-то завод, про который длительное время били люди тревогу, что он построен на месте захоронения радиоактивных материалов. Его начали перестраивать. Люди бегали, орали, что, внимание, здесь радиация. Вот что ты по поводу этого знаешь и что ты по этому поводу скажешь? Я не сильно вдавалась, на самом деле, в эти подробности. Мы нашли информацию о том, что были, да, флойда митингов там, но везде информация о том, что это безопасное место. Как-то его там убрали, всю эту радиацию, не затронули ее, и как бы ничего плохого нам не светит. Но плюс еще в этот момент мы подумали, что странно строить ЖК-бизнес-классы рядом с таким местом. Но они бы, наверное, в первую очередь подумали об этом. Поэтому мы не испугались. О, объективность! Именно за этим я стараюсь гнаться в каждом выпуске. Все те, кто проживают в Москве, наверняка бы задали вопрос, а почему ты умолчал про вот этот случай? Просто он был такой нашумевший. Показы люди с дозиметрами ходили, что вот, есть радиация. Насколько я помню, там начали делать развязку дорожную. На сегодняшний день она уже построена, машины ездят. И уже тишина, митингов нет. Ребята живут в этом доме с мая. Про минусы дома мы еще поговорим. В силу того, что мы снимали днем, людей практически не было нигде. Мы встретили одну женщину в парке и одного молодого человека на детской площадке, которые согласились ответить на несколько вопросов. Давайте их послушаем. Знакомьтесь, потрясающая женщина Татьяна. Татьяна, спасибо большое, что разрешили пару вопросов вам задать. Вот просто жизненный вопрос. Как вам живется возле набережной? По правой стороне дома, дома, дома и город. А здесь набережная вообще в целом райончик. Что скажете? Отлично живется, замечательно. Гулять здорово, место полно. С этой стороны река, с другой стороны пруды. Великолепно. Мы стараемся сейчас снять выпуск. Такой более независимый, с плюсами, минусами. Вот, например, мы вам сказали про дом, про реновацию снимаем. Вообще, в целом, на что бы вы пожаловались? Вот в этом районе, вот непосредственно, чего вам не хватает? Мне все хватает. Все классно. А слышали что-нибудь одно время? Люди жаловались, там, что-то строили, радиацию копали. Вы же слышали, наверное, про это. Ну, естественно, ТВЭЛ – это завод, где радиоактивные отходы там были или что-то такое. Ну, по крайней мере, они работали с какими-то там веществами, которые... Ну, вот вас, как жителей этого района, не беспокоило в целом? Что по этому поводу, хоть знаете? У нас хорошая роза ветров. Я надеюсь, что нас это не тронет. Дело в том, что это вообще беда Москвы. Даже те престижные районы, где очень дорого стоят квартиры, имеют свои недостатки в плане экологии. И очень серьезные, о которых мало кому известно, и о которых не пишется, не говорится. Это тайна с семью печатями. Я просто об этом знаю. По долгу службы. Вот и все. Поэтому я понимаю, что говорю, это не самый плохой участок и не самый экологически опасный участок для жизни в Москве. Знакомьтесь, Антон. Антон, живешь, насколько я понял, здесь недолго, но живешь. Недолго, пять лет. Ну, пять лет, это на самом деле долго. Как-то уже опыт есть. Слушай, скажи нам в целом, по райончику, как? Нравится, не нравится? Плюсы, минусы? За что похвалишь, за что поругаешь? Ну, сейчас все устраивает, на самом деле. Появились магазины. Раньше не хватало магазинов. Плюс парк рядом. С ребенком удобно гулять. Ну, мне кажется, или здесь вот с точки зрения семьи, смотри, слева парк. Все, что хочешь. И справа парк. И справа еще с водичкой. И там набережная, и тут набережная. Точно. Детские сады. Сыну сколько? Три года. Ходит в садик? Да. То есть очередь без проблем, все. Все есть. Ну, как бы все доступно. Ну, короче, пожаловаться, вот если с точки зрения сказать, типа, Антох, ну-ка, накинь нам чего-нибудь негативного. Не, не, жаловаться не на что. Это, по-моему, самый прекрасный район, который был. Я жил раньше. Дальше, на большей окраине, там не так, как тут. Люди жаловались одно время. Митинги там были. Твелл, что-то радиация. Сейчас тишина. Бизнес-класс какой-то строится. Что-то не в курсе. Нет. Мне кажется, это все ерунда. Ерунда. Друзья, вот, к Антону подошли случайно. Дал комментарий. Спасибо тебе большое. Ну, вот вас, как вот, скажем так, случайного человека, которого мы встретили, вам пожаловаться не на что. Нет, почему я могу? А на что? А на что? Ну, просто интересно, даже вот минусы какие вы отметите? Да здесь нет таких минусов, которые бы отсутствовали где-то в другом месте. Поэтому, короче, копировать, вставить, все как везде. Ну, в общих чертах, если могу. Все как везде, да. Понял. Все как везде. Здесь есть где погулять, но сложно добираться до центра. В центре мало где можно погулять. Нет, ну, если ты там не рядом, например, с Новодевичьим монастырем или еще где-то, ну, таких мест в Москве не так уж и много. Да, много скверов. Можно по бульварному пройти, но там полно людей. Тоже не очень разойдешься. Ну, а здесь такое некое нейтральное место. Да, и вроде и город, и в тот же момент, как на природу уехали за город. Да. Я помню, Мавик? Майло. Майло. Друзья, смотрите, какой Мавик. Ну, накаченный спортзал, что ли, он у вас ходит? Гуляет утром и вечером много. Я понял. Вам спасибо большое за комментарий. Мы двигаемся дальше. До свидания. Обратите внимание, покажи, пожалуйста, пятерочка, а это вот у них эвакуационный выход, который они сделали после того, как они взяли помещение в аренду, правильно? Да. И вот, казалось бы, они выполняли требования пожарной безопасности для магазина, но жильцы не совсем так поняли, когда эту дверь здесь сделали, потому что вокруг вот, казалось бы, просто двери была некая шумиха, да, среди жильцов. Да, у нас было собрание жильцов на этот счет, что эта дверь не согласована, хотя половина жильцов даже не поняла, что здесь какая-то дверь установлена, но по сути это окно, которое заменили. Ну, ничего не решилось, и окно как было, так и есть. Короче, любые изменения, как всегда бывает, сначала были восприняты в штыки, типа, что происходит, зачем это нужно. Какое-то появление магазина, как и дверь эвакуационная. Но на сегодняшний день, когда уже все прижились, все-таки оказывается, мне кажется, плюсик-то от пятерочки на первом этаже есть, когда ты вышел в магазинчик, взял. По себе скажу, да, но половина чата может писать, что это все, мы вообще никто не ходим в пятерочку, мы специально ездим в перекресток куда-то далеко, но лишь бы не в пятерочку. А зачем, почему бы котируют и те же самые продукты, что в другом, вот что мне нравится, что там? То, что это первый этаж дома, всем кажется, что пойдут тараканы наверх, что, ну, здесь у пятерочки есть выпечка, например, мне нравится запах от пятерочки, хотя запах, на самом деле, хороший. Булочка. Да. Ну, и вот, в общем-то. Пойдемте, давай, приглашай. Значит, смотрите, друзья, вход. Здесь, я думаю, мы вас ничем не удивим. Давай, вперед. Банечек, место для консьержа, который, само собой, не нужен, в силу того, что за него нужно отдельно платить. Верно? По поводу оплаты я не знаю. Здесь стоял вопрос, как раз при открытии пятерочки, жильцы решили, что надо срочно нанять охрану, потому что из-за нее наш дом будет испорчен. И даже приезжала охранная организация, мы с ними разговаривали, они предложили уже свою цену. Но, опять же, никто не хочет платить дополнительно. И, как бы, ну... Да, это всегда так. Друзья, ну, вот, смотрите, пожалуйста, велосипеды, колясочки, все можно поставить. Удобно, вышел. Конечно, может, не хватало бы, знаете, что, доделать стеллажи дополнительно, чтобы можно было что-то еще там вешать санки. Ну, вот такие вещи, я скажу так, для современного новостроя это абсолютно даже, можно сказать, норма, понятное дело, в кавычках. Но, тем не менее, это факт. Также на улицу. Эвакуационная, считается. Эвакуационная лестница, пожалуйста. Отделка простая, но потолки высокие. В любом случае, по современным меркам, да, если сравнивать со вторичным фондом, ну, приятнее. Да, да, да. Ничего не скажешь. Пойдемте дальше. Смотри, один лифт у вас и ваш корпус, хотя я вам показываю по кадрам, да, есть высотные здания в одном вашем жилом доме. У вас сколько этажей? У нас шесть этажей, у нас самый маленький домик. Вот, посмотрите, сколько всего квартир. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, четырнадцать, сколько? Четыре квартир на этаже у нас. Ну, классно. Поехали. Соответственно, утром пробок, там, вот этих историй с лифтом вас здесь не бывает. Здесь, на самом деле, не весь подъезд может быть заселен. Я, если честно, видела там, может, четыре соседки. На этаже или вообще? Нет, вообще. В подъезде. Ну, то есть, я знаю соседку снизу, на втором этаже, на третьем, и вот сейчас Марию мы видели, это моя соседка как раз. Управляемся на шестой этаж, и покупка на шестом этаже принципиальная? Да, у нас и в Ясном была на последнем этаже, там это был четырнадцатый, и здесь у нас на последнем этаже квартира. Это, во-первых, тише, нет соседей сверху, никто не будет топать, и какой-то шум может быть только вот со стороны стены. А если крыша потекла? Ну, насколько я знаю, это только вот в старом очень фонде бывало, я не слышала пока таких ситуаций у новых домов, ну, по крайней мере, мы вот второй раз еще не столкнулись с этим. Окно есть глухое, не знаю, почему они так делают, то есть, понятное дело, они могут тут объяснить, как безопасность, еще что-либо, но вот так вот летом, мне кажется, в любом случае не хватает проветрить помещение, открыть окошко. Далее, изначально по конструкции предусматривается всегда мусоропровод, но, как ты отмечаешь во многих, ну, и вообще даже я отмечаю, во многих домах реновационные, не реновационные мусоропроводы заваривают, в том числе и здесь, по одной простой причине, нафиг они не нужны, тараканы, мыши там и прочая история, чтобы не было. Да. А мы с вами заходим в гости, я уже босиком, если вы не заметили, я и гулял по улице босиком, 65 квадратных метров. Все, что вы сейчас увидите, это отделка полностью от застройщика. Ребята купили только мебель. Светильники, двери и прочее, 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 это все было сделано. Довольно, недовольно, обо всем этом мы поговорим. Ну, что нас встречает первым делом? Шкафчики под обувь, просторная прихожая, пуфик для того, чтобы можно было присесть и переобуться. Где же хранить вещи? А вот здесь отдельная, встроенная гардеробная, вещей полным-полно. Мы специально поставили, вот, вешалку поближе, здесь наши вещи весят, то есть, полноценно можно зайти, чемоданы, гладильное оборудование и прочее, все хранится здесь. Да, друзья, отмечаю, да, ну, где-то что-то заедает от застройщика. Первая, скажем так, ключевая и самая главная комната, о которой думали родители, это Анна и ее муж, вот, для детей. Большая, просторная комната. Близнецы, двое мальчиков, Стас и Артур, проживают здесь у одного кровать, у второго ковер, игрушки, все, балдеж. Ты присел на диван и сидишь, смотришь, как они перемещаются. Потолки, в принципе, высокие, ну, современный дом. Какой лично я для себя отмечу минус, да, на основании того, что мы уже поездили по разным домам. Что пока дети маленькие, еще ок, но вот в дальнейшем вот дом расположен так, ну, квартира расположена так, что вид падает на другой дом. И самое главное, чтобы соседи были адекватны, чтобы как раз не встретить того самого товарища, который вечером с биноклем стоит, смотрит сюда. В противном случае нужно будет постоянно зашторивать окна. Кого-то это смущает, кого-то это не смущает. Я, как факт, это отметил. Декорация на стенах в виде мишки, совенка, это не случайно. Анна отмечает, что в силу того, что обои недорогие, под покраску, поцарапать их очень легко, когда что-то где-то задевают, сразу остается ссадина, и они, ну, вот, таким образом обыграли. Опять же, друзья, в этом есть свой плюс. Люди заехали, живут, пока маленькие дети скопили денег, ремонт сделать, как говорится, всегда успеешь. Были бы деньги. И быстро все это, в принципе, можно сделать. Идем дальше. Вторая комната у нас, это спальня, где, собственно, ребята и ночуют. Вот, просторная спальня. Вид из нее уже открывается поинтереснее, скажем так, значительно интереснее. Во-первых, это детский сад. Мне, как отцу, это понятно, потому что в дальнейшем Аня будет стоять, так вот, пить кофе, а там пацаны ее бегают, играются, ну, шикарно. Вот он, возле дома. Машина не нужна. Далее, школа рядом. То есть, ты вышел из дома налево школа, направо детский сад. Ну, шикарно. То есть, ближайшие 11 лет, там, назовем ее взрослой жизни, или даже сколько, 15 лет жизни, ну, все нормально. Вид на Москву реку, город, вечернее время, ну, в принципе, ок. Тут я даже для города не знаю, на что и пожаловаться. Комната, в принципе, просторная. Пожалуйста, телевизор большой. PlayStation. Говорит, у мужа раньше была возможность играть, а сейчас, как дети родились, говорит, висит просто так. Если убрать, возможно, даже и не заметит, где она. Двигаемся дальше. Ну, обратите внимание, коридор, ну, действительно просторный, даже есть эхо некое, то есть, не хватает чего-то либо. Чувствуете? Чувствуете. Вот обратите внимание, я когда пришел, первое, что мне бросилось в глаза. И я сначала по-человечески испугался, такой думаю, блин, не дай бог. Я говорю, Ань, что это такое? Она говорит, что, подумал, что плесень? Я говорю, ну, да. У них, короче, есть собака, вон там его лежанка, лежанка, йорк. Муж моет собаку, и пес, как вы думаете, что? Носится по этой стороне и обтирается обои, то есть, он сушится об них. И таким образом, вот эта полоса, да, то есть, мы можем понять, что рост, он примерно вот такой. Ну, плюс-минус. И вот он оставляет след, потому что только на этой стене это есть. Санузел. Первый у нас встречает ванна полноценная, пожалуйста, просторная. Вот, дай-ка я вот так вот сделаю, да, просто покажу. Ну, для детей все, все, что нужно. Вот ванночка небольшая, но пацанов помыть можно, душ принять можно, машинка стиральная, вещи сушатся отдельно. Здесь у нас туалет, пожалуйста. То есть, я это показываю с точки зрения того, как это сделано от застройщика. Нравится, не нравится, денежки свои тратишь, и будет ровно так, как ты хочешь. Выходим с вами на кухню. Кухня, то есть, с одной стороны, небольшая, но с другой стороны, место для того, чтобы, смотри, четвером сесть, поесть, пожалуйста. Ну, вот, реалии жизни, когда у тебя двое детей, близнецов. Вот такие конструкции. Еще, я не знаю, мне кажется, полгода, год максимум будут использоваться. Ну, а так, вполне. То есть, кухню они уже докупали, понятное дело, стали за свой счет. Ну, и жирный плюс, как минимум, для меня, это наличие балкона. Вот. Аккуратно. Это у них уже здесь новогодняя подсветка. Выходим сюда. Балкон правильной формы, что для меня лично огромный плюс прямоугольный. Ну, вот это история для безопасности. Понятно, что если пройтись по другим квартирам, наверняка это дело срезают. Вот здесь утепляют, и получается продолжение кухни. Ну, то есть, вот это уверен ломают. И таким образом кухня может у вас стать там, ну, квадрата на три, как минимум больше. Собственно, вид во двор. Детская площадка. Вышел там, как говорится, мордочку свою выслал. Так вот, где там дети играются на площадке. Собственно, вот такая квартира по площади, мне кажется, ок. И вот здесь интересный момент. Покупка квартиры через аукцион от государства, в частности, от города. Да. Когда я первый раз услышал эту историю, вы мне написали, и думаю, блин, ничего себе, вот интересно, наконец-то мы сейчас что-то снимем такое, где опять будет некое чудо, люди купили квартиру в два раза дешевле, чем она везде стоила. Да, но нет. Какая была начальная цена, назовем это лотом, какая площадь квартиры с отделкой, без отделки, по какой-то цене стартовала и квадратура? Площадь квартиры у нас 65 квадратных метров, стартовала она на 15 миллионов и шаг 200 тысяч. То есть на торги заходят, в определенный день назначается дата торгов, до этого идет подготовка документов, ключа и всего остального. В момент торгов, он длится около 7 часов, заходите вы и другие участники торгов и торгуются. Шаг раз в 5 минут и каждый ставит свои 200 тысяч. И так до победного, пока не закончатся торги и кто-то не поставит ничего. И в итоге нам очень повезло. Мы даже не заходили на наши торги, потому что заранее нам написали, что никто больше на нашу квартиру не претендовал. Опять постанова, друзья. Елки-палки, опять актеры. Ну, как такое может быть? Значит, смотрите, я хочу до вас занести. Ключевая задача абсолютно всех роликов, за что огромное спасибо тебе, мужу, как героям, что приглашаете, рассказываете. Чтобы вы абсолютно бесплатно узнали, что есть различные ситуации. До этого вы смотрели один жилой комплекс, где вы тоже хотели зайти на торгах. И там цена выросла, сколько, x2 настала? Да, до этого мы участвовали в торгах. Мы просто случайно узнали о том, что в Лайф-Кутузовском тоже есть пара подъездов под реновацию. И там тоже была двушка, поменьше площадью, 62 квадрата. За 15 ее выставили, но она выросла до 18 миллионов. Мы уже дальше не доторговались просто, потому что мы хотели ограничить немножечко свой бюджет в этом плане и сэкономить. Для того, чтобы зайти на торги, не нужно ничего платить, не нужно никаких давать денег, это бесплатно. Первоначальный взнос – вот этот шаг. То есть вы, когда участвуете, вы платите 200 тысяч. Если вы проиграли торги, вам возвращают эти 200 тысяч. Если вы выиграли торги, то вы выиграли торги. Если вы выиграли торги, но не стали брать квартиру, то 200 тысяч вам не вернут. Все по-честному. Как мне кажется, максимально прозрачно. Поэтому тем, кому тема интересна, сами ищите, изучайте. Вот вам информация положена. Таким образом, вы забираете квартиру по номиналу за 15 миллионов. У человека сейчас возникнет вопрос. А что, блин, зачем это надо было? Почему вы бы не купили у кого-то, как вторичку? Кто-то уже, наверное, продает. Где объявление? Вторичка – достаточно принципиальный вопрос. Я не хотела жить во вторичном жилье. Важен был новизна дома, новизна квартиры именно, ладно, скажем так. Это в первую очередь. Во вторую очередь у меня огромная коляска. Мне очень важен подъезд. Старые дома и дома вторички в основном с маленькими подъездами. Например, к маме я с коляской не могу заехать. Ну и как бы новый дом, свежий ремонт. Можно сейчас прям заехать и пожить, не делая никаких усилий купить мебель или привезти свою старую и жить себе спокойно. Поэтому плюс еще цена. Здесь мы взяли за 15. В доме, в котором мы жили в Ясном, похожие квартиры меньше площадью, были дороже. То есть в Ясном двушки начинались от 18 миллионов. Даже в этом доме, когда мы покупали квартиру, на момент покупки, ну мы думали, что вдруг мы проиграем торги, вдруг она вырастет до 18 миллионов. Здесь была одна продажа квартиры, а двушка за 16 500. Ну то есть все равно мы выиграли в цене полтора миллиона. Ну да, не фиг собачий, но нормально. Поэтому вот вам ответ на вопрос, какая вообще может быть выгода от аукциона. С одной стороны, это не те цифры, которые... Ну почему-то мне так кажется, что люди бы хотели, слышишь, там, в доме квартира стоила 16 500, а мы там на торгах за 10. Ну какое-то чудо, чтобы случилось. На самом деле на торгах, если лазить, просто я там лазила много, там и помещения под торговые точки продаются вот так на торгах. Я там даже нашла квартиру на Арбате за 20 миллионов. Ну как бы на Арбате за 20 миллионов, это ничего себе. Это все старт, это очень важно, да. В таких местах это как раз-таки народу придет столько, что там с 20 до 200 может и вылезти. Поэтому, друзья, информацию вам донесли. Вы покупаете в каком месяце квартиру? Мы покупаем квартиру в марте. И при покупке квартиры, как только вы выигрываете торги, у нас были торги там 10 марта, если я не ошибаюсь, вам дают ровно месяц на ее оформление. За месяц вы должны все оформить и все, квартира ваша. 35 минут времени, и мы с вами детально, поэтапно разобрали самый главный вопрос. Кто сегодня может покупать себе квартиры за 15 миллионов рублей-20? Выше даже не прыгаем. Частенько гуляет такая рекомендация. Не скопил, не покупай. Вот сейчас бы это рассказать как минимум мужу Анны. Зачем полез тогда в ипотеку? Зачем тебе это нужно было? Туда, сюда. Сидел бы, копил. Я так прикинул, ну миллионов 7 бы у него сегодня было бы, может, 8 налички скопленной. А квартира новая стоит 15. А тут он продает, 800 тысяч доплачивает. Заезжай, живи. Вот эта сделка называется альтернативная. И на сегодняшний день, с учетом ключевой ставки, с учетом ставки по ипотеке, вот такие сделки самые популярные. Все те, кто копил, ждал, или вот, как раз живой вопрос. Молодые люди, 22, 23, 25 лет, пары, все, решают жить вместе, хотят купить свое жилье. Первое. Когда нечего продать, когда, к примеру, нету машины, потому что машины тоже стали стоить совсем других денег. Загонять вот эту мысль в какой-то депрессивный контент и серии, что все плохо, лично я не буду. Отдельная история есть, поплакаться можно до бесконечности. Здесь хочется наоборот, вам задать вопрос. Среди вас же есть более взрослые люди, с опытом, умные, грамотные. Вот дайте вопрос, как вы видите развитие ситуации, как вы видите решение вопроса, что нужно людям сделать, как вот этот вопрос порешать, чтобы обзавестись своим жильем. Вот дальше даже продолжать не буду, мысль, я думаю, вам понятна. Ваш совет может быть полезен, но, ребята, акцент, думайте сами. Прочитали, даже если вам кажется чья-то мысль убедительная, взвешивайте, анализируйте, и только после этого принимайте решение. А мы переходим к минусам. Сейчас вас будет ждать потрясающая зарисовка из фильма ужасов. Но сперва пусть Анна расскажет, какие минусы в этом доме. Самое время поговорить о минусах. Ведь новостроечка, реновация, рядом, скажем так, неблагоприятное место, про которое нашумели слухи, про ту самую радиацию. Ты счастливая, говоришь, все классно, все круто. Но при этом есть чат жильцов. Ты общаешься с жильцами, выходишь, и ты знаешь то, что не у всех так все сладко и гладко, как у тебя. Ну рассказывай, на что жалуются, какая самая частая проблема, вот прям вот бесконечная. Да простят меня жильцы, но главная проблема это парковка. Раз, стандарт. Я хочу прям прокомментировать этот момент, так как парковочных мест у нас достаточно много. Здесь есть гостевая парковка, есть разлинованная парковка во дворе. У нас дом под шлагбаумом, вокруг дома тоже есть парковки. Но за счет того, что все жильцы хотят парковаться прям вблизи к подъезду, случаются неприятные ситуации. Следующий момент, это у нас тоже к парковке очень много мест для инвалидов. У нас нет столько инвалидов в доме, как мест для них, соответственно, на них ставят машину. Некоторые активные жильцы жалуются на то, что ставят на инвалидные места. И вот недавно даже прилетать начали штрафы жильцам дома, плохо паркующимся. Следующий момент, о котором чаще всего мы разговариваем, это нас тоже касается как раз ржавая вода. Нам жилищник говорит, что это частая проблема у большинства. Лично в нашей квартире каждый вечер в 8 часов вечера идет желтая вода. Она не прям вот коричневого цвета, но она ржавая, грязная вода. Когда звонишь в управляющую компанию, сантехник уже нету, потому что уже 8 часов вечера. И каждый день они ко мне с утра приходят и смотрят на мою чистую уже воду. Соответственно, проблему я сейчас решаю уже через начальника нашего ГБУ. На этой неделе они должны нам почистить фильтры в подвале. Ситуации разные. Разные сантехники, разные вещи нам говорят. Кто-то нам сказал, что это из-за стройки, что-то они там перекрывают и после этого. Кто-то сказал, что здесь такие трубы. Кто-то говорит, что только в моей квартире это проблема. Ну, то есть ругаюсь я с ними уже месяц и иду прямо к своей цели. В общем, надеюсь, это решение. А то, что говорят, это в твоей квартире, в чатах-то. Когда мы переехали, да, в мае это была проблема массовая. Все выкладывали фотографии жуткой воды. Но как-то быстро это все решилось, урегулировалось. Я не знаю, может, что-то починили, может, действительно что-то с фильтрами было. Но осталась эта проблема сейчас у нас. Она не каждодневная. Ну, то есть там то может быть такое, то не может быть такое. Мы не понимаем пока, с чем это вообще связано. Короче, вероятность того, что вы ее урегулируете, раз это решили другие, есть. Поэтому вопрос времени. Но отмечаем это как минус. Дальше. Дальше. Следующий момент – это инфраструктура дома. Жильцам не нравятся магазины, построенные в нашем доме. Коммерция на первых этажах. Да, да, да. А почему? Открылась у нас пятерочка. Открылась она шумно достаточно. На втором этаже было слышно шум тележек. Мы урегулировали этот вопрос. Пятерочка сделала специальное покрытие. Все. Вроде бы все ок. Плюс пару раз. Я не знаю, кто из магазинов. И жильцы уверены, что ломают шлагбаумы. Именно грузовики магазинов. Дальше жильцов очень смущал момент того, что у нас в доме открылся красно-белый и брестоль. То есть два алкомаркета. Все подумали, что здесь будут все лавочки в алканавтах. Пока замечено не было. Но мы бдительны. В общем-то, вроде бы больше ни на что не жалуются. Выгул собак. Соответственно, что зоны отдельно нет. Это как и везде. Есть отдельная зона. Есть площадка для собак на Борисских прудах. Досочно большая. Идти далеко. Да, но тут и вопрос в том, что каждый, кто завел себе питомца, должен за него как-то отвечать. У меня есть собака. Я это говорю как собаковод. И я за ней всегда убираюсь. А некоторые просто проходят мимо. Поэтому да, есть момент такой, что за собаками тоже подглядывают. Вот такие ребята. Тут кобели гуляют. Там вообще вот мы сейчас под съем делали. Ну, весело. Чуть-чуть юмора. В целом дом разваливается. Все сыпется. У нас все плохо. У нас стены кривые. Вот такого плана. Об этом можно писать в чатах бесконечно. Это нормальное явление. А были моменты, мы с мужем просто молча регулируем их. Грубо говоря, у нас вентилируемый фасад. И недавно там где-то сломалась плиточка. Мы написали претензию. Нам на следующий день уже поменяли эту плиточку. То есть все вопросы решаемы. Управляющая компания работает хорошо. Любой вызов приедет, все сделает. У меня прям таких глобальных вопросов нет. Представьте, вы генеральный директор. Вы несете ответственность за всю компанию и ее сотрудников. И у вас нет права на ошибку. Вам приходится контролировать руководителей. Но на контроль сотрудников у вас уже не остается времени. А многим и представлять не приходится. Бизнес-телефония ЮЭС создала уникальный сервис для руководителей и владельцев бизнеса. Онлайн-мониторинг, в котором вы получите конкретные инструменты для управления и контроля сотрудников. Которые помогут повысить вашу прибыль. От отслеживания источников рекламы до записи разговоров. ЮЭС разработала комплексный метод подхода к коммуникациям по запросу предпринимателей на основе 20 лет работы в этой сфере. Вы получите более сотни доступных метрик. Настройка виджетов, которые помогут настроить рабочие процессы. А благодаря мощнейшей технической поддержке платформа получила звание народного лидера в сегменте по рейтингу Яндекс. А подключение и настройка занимает не более трех часов. Полученные возможности помогут вывести ваш бизнес на новый уровень. Получите личную консультацию со специалистом ЮЭС, где он ответит на все ваши вопросы. По ссылочке в описании или по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на экране. И по ним же вы можете получить бонус в виде тысячи рублей на счет для того, чтобы потестировать платформу. ЮЭС ждет вас в описании. Ку-ку, вот он я. Друзья, выходишь из подъезда детский сад. Он государственный. Соответственно, цена у него будет не какая-то там заоблачная. Дети бегают счастливые перед детским садом. Дальше, если мы проходим там, получается канал, парк дополнительный. В шаговой доступности нет метро. Соответственно, пешочком 30 минут. Ну а так, такси, транспорт, у кого есть автомобиль, выезд здесь в принципе удобный. Спускаемся. И вот здесь, смотрите, интересная картина. Показываю вам дом, площадка, двор. Это все понятно. Это не так интересно. Если бы мне было бы 12, 14, 15 лет, куда бы меня потянуло? Ну, в заброшку. Как иначе? Здесь неблагоустроенное место. Соответственно, предположим, что здесь выгуливают собак. Либо происходит, ну вот, пожалуйста, смотрите. Распить подчеркиваю. Здесь поблизости нет станции метро. Здесь нет какого-либо проходного двора. То есть максимум, что приходят сюда люди. Ну вот там к пруду, к речке мы сейчас ходим. Ну и вот тут водочка. Кстати, водочка одна и та же. И пьют очень много. Здесь, здесь чуть целый этот ящик стоит с ней. Ну пойдемте прям по-живому, потихоньку. Так, оператор, будь добра, смотри под ноги. Не упади. Вот здесь, знаете, здесь прям зарисовочку можно снимать. Из какого-нибудь страшного фильма. Особенно если наложить такой киноэффект. Мы подходим потихоньку сюда. Что это было раньше, пишите в комментариях. Ну вот, давайте потихонечку заходим внутрь. Вот просто, друзья, вот он где, заходи. Вот он где скрывается контент. Вот я сейчас, честно говоря, я сейчас просто охерел. Заходи. Слушай, мне даже, знаешь, я тебе отвечаю, мне даже страшно. Покажи. Вы понимаете, что мы сейчас вам показываем? Вот ты просто вду... Нет, не подходи, не надо. Нахер оно сейчас... Друзья, я вам без шута говорю, по камере не передашь. Просто как бездна, там целая яма. Охереть, просто охереть. Я просто в шоке. Дай камеру. Сегодня оператор жена моя, поэтому, видите, за меня сегодня переживают. Вы посмотрите. Вот такая вот яма. И на тебе, пожалуйста. И это мы зашли сейчас днем. В силу того, что здесь есть... Вот. На, держи. Здесь есть освещение. При том, что такое ощущение, как будто здесь кто-то убрался. Так как мусора как такового нет. Все сгребли вон туда вниз. Иди по этой стороне, пошли пройдемся. То есть, понимаешь, если не дай бог, просто не дай бог, кто-то запишал, не заметил и куртус туда, включая взрослого человека. Раз здесь распивают алкоголь, упал, это первое травмы, а второе летальный исход, не дай бог. Проходим дальше. Ну вот, собственно, показывай. Это вот. Так, здесь у нас туалет общественный. И, собственно, вся вот эта свалочка. Отличное соседство. Как вам такое? Кто-то у себя приносит пластиковые бутылки, выбрасывает, ну и прочее. Уверен, что и заночевать здесь кто-то из людей без определенного места жительства тоже может. Вот. Вот она реальность. На территории дома одно. А рядом вот такая история. Заматывают нахрен пленками, тем более детей полным-полно и на тебе. Ну, страшно. Шумно, человек убирает листья, но сказать нужно. Во всем есть всегда детали. Вот обратите, в силу того, что дом разной этажности и с разным видом. Вот в этом, например, стояке, назову его так, подъездные балконы есть, открытые. И вот если мы посмотрим деталь, например, на четвертом или там, тире пятом этаже, вытащил кто-то кресло, покуриваешь цигарочку, у тебя открывается вид на речку. Приятный вид. То есть в летнее, в теплое время можно неплохо провести время отдохнуть. Ну и, соответственно, чем выше, тем интереснее. Как отмечают люди, что в этот подъезд как раз молодежь и хочет пройти, ведь интересно, елки-палки. В подъезде у Анны такого нету, соответственно, там трафик гораздо ниже. Поэтому, когда вы покупаете или присматриваетесь в квартире, вот нужно пройтись, так внимательно посмотреть, проанализировать и принять решение. Чай, зефир. Анька говорит, сейчас я закажу тортик, я говорю, не надо. А я тоже не буду. Вот мы как бы поставили для кадра, но вот чай у нас без сахара. Теперь мы все на правильном питании. Ань, вот поделись, как так? Вы счастливые? Что это вы такие счастливые? Вы купили квартиру по реновации. У вас есть ремонт, к которому есть вопрос. Вот если начать смотреть к плитке, к обоям, к стенам, к дверям и прочее, 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 если пройтись, там целый список можно будет составить. А вы говорите, ну... Слушай, если бы снимался мой муж сегодня, он бы огласил весь этот список и сидел бы не очень довольный. Тут вопрос в том, как смотреть на это. Как бы, ну, если каждый раз смотреть и думать, как все плохо, то так все и будет. Поэтому, ну, есть минусы в любом случае. Они есть везде. Это не первая квартира, в которой мы покупали. Это не первая квартира, в которой мы жили. Ну, то есть мы же и у родителей жили, и в ясном, который считается бизнес-классом, по-моему. Мне кажется, комфорт плюс. Или комфорт плюс, да. Ну, то есть все равно имел свой статус. Минусы есть везде. Просто ты либо постоянно о них думаешь, либо ты переписываешься постоянно в чате, как все плохо в доме, либо ты как-то пытаешься потихонечку их устранять. Ну, то есть то, что нам не нравится, мы заменяем. Вот и все. Вопросы к ремонту, если. Мы прекрасно знали то, что будут вопросы к этому ремонту. Ну, это любая квартира с ремонтом, даже от застройщика, все равно будет с косяками, скорее всего. Сколько квартиру пика покупают, сколько судится с пиком, потому что всегда есть что отсудить. Ну, то есть всегда есть какие-то плохие моменты в ремонте. Поэтому ремонт – это вопрос времени. Сейчас мы не стали делать ремонт за счет того, что у нас очень маленькие дети. И какой в этом смысл? Если мы все равно, скорее всего, все испортим. Кто-то где-то нарисует, кто-то где-то обои отодарет. Поэтому плюс для нас был в том, что уже этот ремонт есть. Мы привезли, купили мебель и просто переехали. То есть от момента покупки до момента переезда у нас прошел ровно месяц. А тут, как в советском кино, ты туда не ходи, ты сюда ходи, потому что эта благоустроенная, облагороженная дорожка ведет нас на набережную. Вот все кроется в деталях. Вот интересно делают. Ну, ты глянь, смотри. Вот здесь, например, двойные рельсы. Вот раз, два, три. Чуть выше мы поднимаемся. Первые четыре пролета – там единичные рельсы. Могу неправильно говорить, но смысл вам понятен. Вот мне сразу интересно, а Анна с коляской на двух близнецов? Получается, она сюда вряд ли спустится. Даже вот здесь нужно маневрировать, придерживать. Это ладно, еще сейчас сухо, а когда скользко. Отдельная история, конечно, в этом плане дорабатывать нужно. Но если мы рассматриваем вариант, что мы пришли, муж колясочку спустил, мы выходим. Здесь, понимаешь, ты вроде бы как живешь в городе, но уже посвободнее. Тут прям такой вот контраст идет. Дом Москва, где-то брошенное замкадье, вот по-другому не назовешь. В тот же момент огороженная территория с мыслью о том, что когда-то здесь что-то сделают красивое, или что здесь будет, что это за земля. Но сам смысл, чем дальше мы отходим от этого товарища с пушкой, становится все тише, спокойнее, уже интересно. Ну и да, вот набережная получается. Пробежки, прогулки, свежий воздух, рыбку половить радиоактивную. Ну, шикарную, вот с такими глазами, блин. Друзья, юморю с позитивом, как бы не придирайтесь. Вот она, будущая камера. Спускаешься ты в парк, считывает лицо. Иванов Иван Иванович, 1986 года рождения. Задолженность по кредиту полтора миллиона рублей. Доступ в парк отказано в силу того, что ближайший платеж через 4 дня, а у вас на счете не хватает средств. Либо пополните, либо идите работайте, не в парке вам гулять. Чего вам не хватает от жизни в этом районе, в этом доме? А так как последнее наше место жительства было ЖК Ясный, там было очень много людей, очень шумно. Там рядом каширка, ну, такой постоянный движ. Там, знаете, мы всегда смеялись с мужем, что это такие патрики на минималках. То есть там кафе на первых этажах. Всегда, особенно летом, там что-то происходило, какой-то движ. Иногда муж у меня спрашивает, не скучаю ли я по такому движу. Ну, как бы там было много места. Можно было не выходить из дома вообще, потому что там грумер в доме, магазин в доме, цветы в доме. Ну, вот все первые этажи заняты чем угодно. Салоны разные вообще. Поэтому в этом был плюс. Может быть, по такой инфраструктуре я скучаю, потому что здесь на весь район, в принципе, например, вот с салонами есть проблемы. Есть один салон, и тот выглядит не очень туда, и я не хожу. Поэтому такого, чтобы чего-то мне не хватало вокруг дома или в доме, наверное, нет. С точки зрения того, где я сейчас, то я сейчас в декрете сижу с детьми, мне очень удобно и классно. Короче, видите, как бывает, в силу того, что город большой, районы разные, дома все разные, везде можно найти что-то под себя. Вот то, что ты сейчас озвучиваешь, я тебя прекрасно понимаю. Движуха, народ, какая-то вот есть своя энергетика. Для некоторых это нафиг, перегруз, перегруз. Здесь же заметно спокойнее, заметно тише. Ну, здесь еще дорогу чуть подальше от дома отведи, и все, вообще будет какая-то тишина. Ну, на самом деле, там вот со стороны спальни настолько тихо, и мы настолько не привыкшие к этому, так как ясный был на коширке, и иногда мы смотрели телевизор и не слышали, если это возле окна. Ну, то есть громкость прибавляли, прибавляли. То есть сейчас, когда мы лежим в спальне, и идут просто подростки разговаривать, мы слышим о чем. И о чем? О разном. Подводя итог, у вас, получается, на сегодняшний день кредитов нет? Нет. Ипотек нет? Нет. Все, вы отбились, закрылись, все. Вы купили на ваши деньги мебель, кухню, все, живете, теперь только вот детей корми, одевай, обувай, живи. Какие вообще мысли? Вот дети легли спать, вы с мужем садитесь. О чем мечтаете? Что вы хотите? Может быть, ремонт сделать, машину купить? Моему мужу нельзя остановить. Он всегда будет покупать квартиры, поэтому мы уже думаем, может быть, нам еще однушку где-то взять. У нас есть, естественно, план, все-таки у нас мальчики, нам нужно их как-то в жизнь выводить, им надо будет потом куда-то кого-то приводить, поэтому, ну, пока мысли такие, что как бы в ближайшем будущем, ну, как, через года 3-4 сделать ремонт, и, может быть, в будущем копить дальше, и, может быть, где-то вложиться в однушку. Вот мне понравилась фраза «Батя уже думает, что мальчикам кого-то куда-то надо будет приводить». Вот на этой позитивной ноте я жму тебе руку, мужу огромный привет, молодец, таким мужем, мне кажется, стоит гордиться. Друзья, нам остается лишь подвести черту этого сюжета, а пока камера выключается все-таки. Зефирчик я один. Ам-ам. Вот такой получается выпуск. Как по мне, душевный, спокойный, с интересной информацией, с острой зарисовочкой. Как вам, друзья? Ваше мнение предлагаю развернуто написать в комментарии. Дальше мы снимем больше интересных тем. Ведь жизнь, она с разными своими изъянами, с плюсами, с минусами, с добрыми моментами, с негативными моментами. Я вам всем предлагаю подписаться на телеграм-канал, в который я вас бесконечно приглашаю. А я стараюсь вести его таким уютным, что-то добавлять интересное. Поэтому подпишитесь, подписаться вы всегда успеетесь. Более мне сказать нечего. Ставьте лайк этому выпуску. До новых встреч. Всем пока-пока.